Тема моей проповеди сегодня, как взращивать терпение. Вы помните, я уже говорил о терпении. Но вы знаете, когда говоришь о том, что терпение необходимо, что мы в этом нуждаемся, что терпения не хватает, вот этого слушателя мало как бы удовольствия. Он понимает проблему, но он знает, что ее не хватает и все. Поэтому сегодня я буду отвечать на жизненно важный вопрос, как вы можете это терпение иметь? Если вы будете это терпение иметь, представьте себе, это будет практически рай на земле. Не будет никаких напряжений, не будет никаких каких-то там войн, не будет никаких раздоров. Разве это не чудесно? И помните, я говорил, что терпение нам необходимо, чтобы терпение получить. Терпение нам необходимо, чтобы трудности преодолевать. Терпение нам необходимо, чтобы правильно строить взаимоотношения. конце концов я говорю что терпение нам надо чтобы обетование получить даже бога прославить нам необходимо терпение как вообще камни шлифуются в долине как изменяются камни что этому способствует это непрерывное течение воды что камушки они трутся друг подруга еще раз если например вы выйдете на берег прямой берег который постоянно на который постоянно накатывается волны там будет и песок и камни ладки если вы например дойдете в какую-то гавань какую-то бухту куда волны морские не проникают там будут острые камни когда давид свое время должен был сражаться с голиафом он должен был тебя чем-то в оружии и чтобы воспользоваться пращей ему надо было спуститься в долину это образно место смирения в этой долине отыскать 5 гладких камней гарантии и используя их победить этого могущественно великан то есть ему не нужен был камень который мог бы остановиться в этой пращи потому что он острые углы ими ему не нужен был камень который упал бы через несколько метров потому что что-то его задержала или затормозил ему нужен был камень гладкий камень который полетит точно в цель прямо в лоб этому могущественному воину как бог вообще как бог формирует наш характер как бог изменяет нас во первых с помощью или посредством слова божье вы боже образно это вода и когда эта вода течет она изменяет нас это первый момент как бог формирует нас или изменяет нас а второй момент это личных взаимоотношениях я уже говорил вам как мы можем измениться с помощью слова божья если вы помните я напоминаю некоторые мысли это надо слово божье вникать в слово божье это надо вникать в себя это надо размышлять на словом божьим это надо исполнять это словом и благодаря этому слову мы можем изменяться слава богу за это но сегодня вопрос то еще бог использует чтобы изменить нас и чего вообще бог ожидает от нас как взращивать терпение как бог изменяет нас первый момент что для это необходимо это работа над самим собой работа над самим собой личная самодисциплина я буду говорить о двух моментах работы над самим собой первое это личная самодисциплина говорят так люди говорят что терпение и труд все перетрут бог терпел и нам велел библия говорит послушайте в этот стих уже знаете наизусть 1 2 петра 1 5 там написано то вы прилагая к всему все старания покажите в вере вашей послушайте если слово обращается к нам ко мне вот то вы прилагая не чуть-чуть но все старание здесь идет речь о дисциплине безусловно идет из часть божья а есть часть наша если вы хотите обладать терпением но вы должны в этом участвовать непосредственно причем не как-нибудь а прилагая все старание вообще плод выращиваться силе почему люди желают дорог потому что там не надо усилий но бог ожидает от нас плода плод мы можем принести только в терпении от завязи послушайте до получения плода длинный период времени причем это непрерывный процесс если этот процесс прорывается плода ждать не приходится написано что люди которые слушают слово божье принимая в сердце сердце это приготовлено как добрая почва это те люди которые слушая слово хранят я в чистом и добром сердце и приносят плод как терпение то есть если мы ожидаем плода в своей жизни по нам необходимо это терпение еще один стих я хочу чтобы увидели он звучит так вот я кого 5 7 8 вот земледелец ждет драгоценно плода от земли для этого терпит долго скажите вместе со мной терпит долго почему он терпит долго потому что дальше там написано пока получит очень ранний поздний и как итог написано долго терпите и вы то есть умение ждать это путь к осуществлению нашей мечты у вас есть какие-то желания и цели чтобы они были осуществлены и вам надо научиться терпеть и ждать смотрите вот мартин лютер в свое время был занят переводом библии на немецкий язык больше одного года что было бы если бы у нее не хватило терпения просто в то время эта нация не имела бы этой благословенной книги это можно этот перечень можно продолжать возьмите такой момент например менделеев менделеев свое время чтобы создать вот эту таблицу химических элементов посвятил этому 20 лет 20 лет жизни на любом этапе мог остановиться и эта страница была бы закрыта и может быть человечество ждало это этой таблицы еще может быть десятки сотни лет но этот человек он правил терпение усилия приложил и он получил то что сегодня мы имеем поэтому если это люди достигали каких-то целей даже не зная бога тем более мы как христиане должны в этом деле проявить дисциплину бог работает в нас через самодисциплину мы в свое время бог возродил наш дух и благодаря этому мы можем принести плод для царства божьи но послушайте важный момент вот например яблони от которой мы ожидаем плода в чем ее можно сказать самодисциплина безусловно плодоносная жизнь невозможно без питательного сока от корней вот почему бог возродил наш дух чтобы мы прилагая все усилия принесли плод для царства божьи в терпении а потом смотрите когда этом яблоня или люди ожидают плода в эту яблоню бросают камни помают ее ветви но она продолжает подоносит она идет к цели единственное что может остановить этот рост и созревание плода это когда она будет отрезана от корня когда не будет питательной среды и жизненных сил но тем не менее тем не менее я хочу чтобы вы сейчас услышали если вы хотите быть кем-то или достичь чего-то вы должны научиться делать то чего вам не хочется делать аминь библия говорит все подвижники или спортсмены воздерживаются от всего и для получения венца тленного а мы нетленно все подвижники им воздерживаются от всего это серьезная дисциплина где для получения венца тлену а мы нетленно вообще то чтобы все что быстро строится к сожалению быстро и разрушается если мы будем просто практиковать своей жизни самоконтроль у вас будет способность терпеть вообще характер вырабатывается через формирование хороших привычек духовная форма как и физическая она требует серьезных серьезной дисциплины а еще упражнений цель тренера любой футбольной команды научить научить и вдохновить спортсменов делать то чего они не желают делать ради высокой цели мы видим когда они приходят какому-то результату и побеждают но за всем этим сокрыт многодневный труд каждодневной тренировки которые немногих привлекают или увлекают но тем не менее только увлеченные люди только посвященные люди они могут достигать определенных высот и так чтобы нам обладать обладать терпением нам необходимо самодисциплина что это значит если например недовольство обида не взращивает терпение вы никогда живя так не будете этим терпением обладать но упражняя себя упражняя себя дисциплинируя себя вы будете иметь то что бог желает развивать в нас слава иисусу второй момент как мы должны работать над самим собой это претерпевание это такое сложное слово претерпевание что это значит это значит упражняй себя в терпении учись этому претерпевая то есть если ты идешь этим путем и раз и два и три проявляя терпение то таким образом это терпение тебе возрастет то есть терпение это важная часть христианской жизни но мы можем этим обладать только через претерпевание потому что именно так вырабатывается привычка терпеть способность жить победоносной жизни смотрите как написано в библии якого 1 2 3 вы можете открыть вы можете следить за мной там написано так очень такое радостное послание с великой радостью принимайте ну если то написано было гостей или там благословение от бога а то написано с великой радостью принимайте братья когда упадаете попадаете в различные искушения зная что испытание вашей вере производит что терпение почему мы должны радоваться в испытаниях почему потому что они ведут к совершенству мы на пути изменения мы на пути к совершенству что производит испытание нашей веры терпение аминь послушайте давид он не желал не искал испытаний но молитвенно говорил господи испытай и узнай не на опасном ли я пути он желал знать себя трудно узнать человека когда он просто сидит церковном собрании но все можно узнать о человеке чего он достиг и как он возрос испытания и в бурях каждодневной жизни вообще человек движется изнутри в наружу а испытания и кризисы они формируют нас слава богу за это написано терпение же должно иметь в это дальше терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка значит как мы можем быть совершенным когда терпение во мне имеет совершенное действие а когда она имеет во мне совершенное действие оно имеет во мне совершенное действие когда мы претерпевая достигаем результата то есть бог во мне достигает определенных целей пришло в мою жизнь какое-то испытание а я ее перенес значит это я иду путем возрастания я что-то приобретаю для своей духовной жизни если же например пришло на вашу жизнь давление а вы не устояли потеряли терпение по испытания это повторится вы должны сдать экзамен чтобы подняться на новый уровень не говорит недавно я прохожу через такие испытания говорит сестра что если я не исполнена духом святым устоять практически невозможно чтобы все это выдержать и покрыть а вы знаете как работает дьявол и как работает от бог интересный момент от дьявол атакует человека через какие-то давление какую-то злобу он атакует человека до того времени пока человек не потерял покой как только вы потеряли покой мир он уже отстал и пошел к другим то есть цель дьявола нарушить человека внутри потому что тогда он не способен к созидательному труду и одного человека достаточно посмотреть не так как ему показалось правильно и он уже паник а для другого человека надо серьезное давление он может сутки продержаться двое трое он может не выдержать в конце недели но тем не менее послушайте каждому надо своя порция но благословен тот чем сердце терпение имеет совершенное действие то есть человек поступает или действует так что это терпение которое в нем он отдает человеку способность побеждать эти скорби то есть испытание это человека закаляют делают сильнее испытаниях человек узнает себя делает правильные выводы своих ошибок и дальше устремляется к цели с великой радостью братья принимайте то когда вы упадаете в различные искушения зачем это нам надо чтобы мы научились терпению через претерпевание вы знаете если у вас раз получилось потерпеть то и в другой раз есть надежда что у вас получится а если два по на третий раз на третий раз шансы еще вырастут на четвертый раз вот мы иногда говорим слушай но не больше не можешь бросить курить ну попробуй денек помолись подержись потом два потом три а потом забудешь как кошмарный сон а почему это не применить лично к себе в плане терпения но с другой стороны если например вы раз сорвались но где гарантия что у вас не получится это и десятый и сотый раз почему потому что вы привыкли так жить что-то и не идет не так как я предполагал и вся ваша внутренность можно сказать проливается наружу и вы снова находите что нету не терпения не прощения не смирения ничего но так долго продолжаться не может иначе испытания которые снова и снова повторяться вашей жизни они могут просто можно сказать человека сбить с правильного пути человек может надломиться но послушайте бог это посылает не стоит целью чтобы сделать человека человеку больно а чтобы научились мы просто терпению и научились полагаться и доверять богу слава ему за все это вы знаете как только вы научитесь терпеть ваш духовный рост ускориться вы это увидите своими собственными глазами если посмотреть в библию вы там увидите сколько примеру моисей например пошел на гору помните люди не дождались и что произошло они сделали тельца и начали поклоняться им кажется небольшое отклонение почему это произошло потому что люди они были готовы ждать неделю две но может быть не месяц и не 40 дней но времена и сроки для каждой из нас определяет бог почему бог вообще заинтересован больше вашим характером нежели вашими достижениями почему потому что достижения временные а характер вечен только те которые христовые имеет его дух они будут проводить вечность с иисусом и все испытания вашей жизни они направлены на то чтобы изменить нас внутри слава богу за это итак я сказал два важных момента что нам необходимо самодисциплина и мы можем многому научиться претерпевая мы думаем что когда надо терпеть это очередные неприятности пришли в нашу жизнь но послушайте при правильном отношении к делу вы можете закончить духовные авторитеты университета а самое главное состояться как лично слава богу за все это второй момент как бог изменяет нас что для этих целей бог использует второй момент это определенные климатические условия определенные климатические условия вы верите в то что на яблоню воздействует среда под дождь снег по холод солнышко или непогода и все это встречается в жизни практически любого плодоносного растения так определенные климатические условия как это относится к нам первый момент что это за условия это люди которые окружают нас вы можете сейчас просто посмотреть друг на друга и просто сказать благодарю тебя брат или сестра что ты здесь я не знаю что бы я делал без тебя даже если это ваш муж или ваша жена я бы наверное не выжил или же точно не состоялся в жизни как христианин но благодаря тебе благодаря всем вам я побеждаю и живу что это значит люди которые вокруг нас послушайте они формируют нас как личность и никогда послушайте они дадут загремать вот проповедники это возможно аристы тоже но люди которые вокруг вас они постоянно будут вас вот так ну беспокоит другими словами чтобы не случилось непоправимой они позаботятся о вашей духовности они позаботятся о вашей душе поэтому послушайте роль церкви в каждой жизни каждой из нас имеет огромное значение посещение собраний тоже библия об этом говорит так притчи 2717 там написано так железо острит железо а мне они шлифуют друг друга железо железо точит острит железо и все это люди которые окружают нас то есть бог посылает навстречу вам людей которые помогают вам развивать в себе терпение вот почему надо благодарить за них слава иисусу послушайте вы слышите от детей ваших например чтобы они благодарили вас когда вы их наказывает вы слышите когда они вас благодарят твой спасибо папа вот сегодня ты . попал так вовремя наказали так хорошо что я безмерно рад правда что такого практически не бывает вы слов благодарности не слышите то есть для детей это неприятный процесс да или нет но скажите полезный безусловно значит надо принимать с великой радостью почему потому что он полезный так точно бог послушайте послушайте иногда употребляет или приближает к вам грубых или злых людей чтобы вас изменить вам это неприятно вы удивляетесь что вы встречаете таковых в церквях но это жизненно необходимо и очень полезно слава богу на них вообще научитесь переносить то чего избежать нельзя еще раз научитесь переносить то чего изменить нельзя зачем напрасно мучать мучить себя просто живите победоносной жизнью во имя иисуса я предлагаю вам стих из библии матфея 312 там написано есть так лопата его в руке его и он очистит гумно свое и соберут пшеницу свою в житницу а солому сожжет огнем неугасимы это я креститель проповедует можно сказать свои первые проповеди он говорит о христе и говорит вот лопата его в руке его и он во время жатвы он очистит гумно свое и соберет пшеницу в одно место а солому сожжет огнем неугасимы очень интересное заявление конечно я говорю так что христиане посещающие церковь они верят все что они пшеницы и они уверены что скоро они войдут в житницы господне дай бог но истина состоит в том что пшеница без соломы не получается невозможно получить пшеницу без стебелька то есть без будущей соломы но когда вы уже получили плоды результат потом кто-то будет отделять одних от других то есть в одно место улетит солома и полова а пшеница останется совершенно в другом месте какой я урок нахожусь здесь для себя я нахожу то что всегда есть и категории христиан который собирается вместе одни это те которые принесут плод для вечности и будут этим зерном а другие это те которые способствуют росту других христос говорил не надо трогать плевелов до жатвы пусть растет то и другое но придет день когда ангелы снизу идут и они разберутся и с теми и другими какое моё христианство вот в чем вопрос действительно я являюсь ли этим отборным зерном пшеницей которая войдет в житницы небес или я способствую росту этой пшеницы а как мы можем это делать обижая других осуждая других причиняя боль кому-то обкладывая других клеветой поливая их вовремя и не вовремя безусловно пшеница выносит испытания климатические стойка она не обижается не ломается она держится пока она держится основании корня и цель ясна это будущее жатва и плохо очень когда мы как христиане не приносим плод не являем образе славу христа и единственное что мы выполняем это способствуем или помогаем вырасти другим я это говорю с единственной целью чтобы все вы вошли в свое время житницу божью аминь да поможет нам бог и так еще что я отношу к определенным климатическим условиям второй момент это обстоятельства которые бог помещает нас люди а потом еще обстоятельств вы скажете ну ладно люди еще как-нибудь постараюсь их выдержать но обстоятельств обстоятельства которые постоянно меняются предпорносят новые сюрпризы только вышел из одних а уже оказался в других причем не первые не вторые не радуют тебя что делать вообще-то обстоятельства вашей жизни они выявляют в каждом из нас наличие духовных или плотских качеств то есть какие мы христиане почему зачем они выявляют чтобы мы предприняли определенные шаги чтобы уже быть не плотскими а какими духовными слава богу послушайте римлянам 828 написано притом знаем что любящим бога призванным по его изволению все содействую к благо вы призваны по его изволению библия говорит все что таковым людям все содействует к благо не написано послушайте что у вас не будет проблем не написано что у вас все будет хорошо но написано что таковым людям все будет на пользу к благу хорошо когда этим человеком являешься ты призванным богом по его изволению буквально все это человека куда не пересели куда бы он не поехал какие бы обстоятельства не попал он говорит одном благодарю тебя господи чувствую что я расту да у меня определенные неприятности но это меня совершенно не смущает главное чтобы огонек твой он горел в моем сердце главное чтобы песня не пропала я об этом молюсь и прошу господи держи меня я благодарю бога за обстоятельства нашей жизни которые формируют нас чем ваша проблема и моя мы пытаемся изменять обстоятельства а бог желает изменять нас все мы ждем когда это закончится а бог думает как его продлить хотя бы немножко мы говорим господи сколько можно мне как никому мне кажется моя жизнь это хуже всех а бог говорит я наблюдаю за всем этим я знаю сколько огня тебе надо чтобы что-нибудь конце концов из себя получилось и так еще раз еще раз мы пытаемся что-то изменять в нашем окружении а бог работает непосредственно над нашим сердцем слава иисусу христу действительно правда как сказал один проповедник выпрыгнишь сковородки на горячую плиту попадешь и трудно сказать где лучше где теплее там хоть масло чуть полили а там вообще сгораешь на глазах у других но бог может забрать тебя с этой горячей сковороды как только и усвоишь очередной урок в твоей жизни и скажешь благодарю тебя господь что ты через это испытание научил меня этому благодарю тебя что через эти обстоятельства ты проговорил ко мне слава тебе мой бог то есть мы иногда спрашиваем господи вместо то чтобы спрашивать господи чему ты хочешь научить меня что ты хочешь сказать мне мы ищем решение мы начнем суетиться мы начинаем плакать от этого наши обстоятельства не меняются а наоборот наоборот становится хуже я хочу чтобы увидели несколько библейских примеров послушайте помните сидрах мясах евдинага помните скажите кто их бросил в печь то активно то люди правда люди люди а куда они попали что это было куда они попали они попали в печь огненной то есть это обстоятельство слушайте они бы мечтали попасть другие обстоятельства и условия жизни и вообще лучше контактировать совершенно друг с другими людьми но тем не менее это был план божий для них послушайте обстоятельства свои они изменить были не в состоянии но благодаря готовности своего сердца они были непоколебимы в вере и получили защиту от бога аллилуйя то есть например у другими словами если вы правы и вас обидел пример ваши действия помолитесь бог ищите и ожидайте защиты избавления от бога все и надо не обижаться не переживать просто доверяйте тому кто управляет вселенной смотрите так именно жили эти юноши я хочу чтобы вы увидели еще очень яркий примере с библии это примере жизни царя монасии 2 паральбоменон 33 глава некоторые стихи очень внимательно послушайте это повествование удивительный царь в 20 лет пришел к власти 55 лет царствовал это очень длинный срок это один из немногих который так долго был во власти и написано он дело неугодное в очах господних то есть поступал плохо вы уже видите этот стих пожалуйста я хочу вам прочитать несколько выше он отступил от бога он поступал крайне неразумно глупо совершая один грех за другим дальше написано в 33 главе я читаю с 9 стиха тома нас я как царь того довел иудею жителей иерусалима до того что они поступали хуже тех народов которых истребил господи от лица сынов израилев представьте себе до чего дожились наши ли поступать люди хуже чем те люди которых свое время уничтожили израильтян и уничтожил бог дальше и говорил господь к монассии к народу но они не слушали бог посылал пророков бог предупреждал бог возвещал суд то в жизни монассии ничего не менялось но бог знает как можно изменить конкретно человека и смотрите что делает бог 11 стих и привел господь на них военачальников царя сирийс ассирийс и дальше и заковали они монассии в кандалы и отвели его в вавилон это ужасная история пришли князья сирийские таковали в кандалы оковали цепями и отвели в вавилон все монассии слово божие пришло в исполнении твоим деяниям положен конец ты поступила весьма неправильно и неразумно и дальше написано и сноте своей он стал умолять лице господа бога своего и глубоко смирился пред богом отцов своих и помолился ему и бог преклонился к и услышал молений его и возвратил его в иерусалим на царство и узнал монассия что господь есть бог по ее искренне желание чтобы вы сегодня узнали что господь есть бог он управляет вселенной перемещением народов по имя обстоятельствами по ее жизнь я не знаю на тебе нравится или нет но божья любовь она объемлят тебя со всех сторон слава богу за эту милость что мне нравится в этих стихах послушайте написано что он молился но не написано сколько как много как долго не написано главное о чем я хочу сделать ударение написано и глубоко смирился пред богом отцов их и как только это произошло когда он глубоко смирился пред богом бог пришел своим избавлением казалось бы он натворил сколько что уже суд над ним свершён но какая величайшая милость для человека способна глубоко смириться слава богу за это я знаю что бог знает как смирять гордых вот почему некоторым надо надевать руки цепи на руки и на ноги чтобы чему-то не научить вот почему кое-кому библии как бы не хватает ему еще надо обстоятельства ему надо поместить какую-то особенную среду братья и сестры я верю пробуждение но не ожидайте когда обстоятельства вашей жизни будут сужаться начинайте действовать правильно сегодня когда прозвучал пригор для даниила что он будет брошен в львин ров львиный ров помните он не назначил трехдневный пост он не усилил молитву как мы это делаем когда приходят испытания серьезные почему потому что он это делал всегда это норма христианской жизни часто у нас так то подъем опускаемся вниз то усиление то прорыв то снова длительная установка дома что-то получается то все валится из рук бог ожидает ожидает от нас глубоко смирения когда божье вмешательство будет твою жизнь когда придут перемены от господа о благословит каждого из нас бог послушайте оковы и цепи это обстоятельства который попал этот царь монассия а как он в них оказался люди оказывается надо гнязей ассирийских было побудить чтобы они отрезвили израильского царя помощь пришла вовремя царь был восстановлен на престоле даже иерусалим возвратился я не знаю как вас проходит духовная жизнь но послушайте если вы способны глубоко смириться бог в один день может возвратить потерянное вами аллилуйя иисусу слава иисусу истина состоит в том что мы здесь на земле время от времени сдаем определенные экзамены и в испытаниях главное для нас определяющим для нас является то как мы реагируем на то что происходит вокруг нас поэтому на благословить всех нас бог иметь то что бог желает чтобы мы имели последний момент и мы будем молиться как взращивать терпение то есть какие условия иногда окружают нас третий момент это скорби запомните то что я уже сказал это люди первый момент второй это обстоятельства и третье еще одно усиление это скорби они формируют нас послушайте часто людям преподносится ложное христианство и отсутствует крест где отсутствует смирение святость не проповедуется об этом послушайте это другое христианство но путь следование за христом это святая жизнь полное послушание и смирение в библии написано и не сим только хвалимся но хвалимся и скорбями не потому что мы их любим не потому что они мне нравится но знаем что от скорби происходит что он терпение значит как получается много скорбей значит много будет терпения до или нет но не всегда так все зависит как ты относишься своим скорбям если ты живешь в недовольстве если ты думаешь когда это все закончится никакой терпение ты не приобретаешь больше то вот так живя и разрушаешь себя внутри ничего твоей жизни не меняется не здесь не вокруг тебя скорби твои не уходят от тебя потому что бог еще не достиг своих целей в тебе ты думаешь и думаешь и говоришь господи уже достаточно оборот еще чуть-чуть вот здесь получается маленькая нестыковка ты говоришь господи я не выдержу это выше моих возможностей и сил а бог говорит держись держись я терпел я прошел этим путем и я думаю то что ты встречаешь сейчас это несоизморимо с тем что прошел и испытал непосредственно я как быть братья и сестры когда путь большим благословением он лежит через страдания как быть что нам делать почему мы должны радоваться в скорбях это серьезный вопрос а ответ здесь в библии потому что от скорби происходит терпение как бы хотелось чтобы мы встречали скорбью и проходили через них с радостью можно терпеть и хвалиться скорбями когда они приводят нас положительному результату я хочу сказать всей церкви живой поток я хочу сказать всем телезрителям не спешите бросать весла берег очень и очень близок вооружайтесь терпением терпение горько но слотно плод его весьма весьма я благодарю бога что бог занят формирование моего характера если бы не он я думаю у меня вряд ли получилось и я верю что если мы страдаем по воле божьей то эти страдания они делают нас терпеливыми опытными и содействуют нашему преображению в образ христа аллилуйя талант зреет в тиши характер закаляется в бурях жизни если во время испытаний ваше сердце ожесточается сожалению экзамен будет повторен но работа будет поглубже и посерьезней тот кто начал работу в тебе работу твоего спасения он ее закончит ибо он определил нас не на гнев но на получение полной награды слава иисусу сожалению многие христиане сначала создают себе проблемы неправильным поведением неправильным отношением к людям и к скорбям а потом героически пытаются оттуда выбраться и начинают кричать помолитесь за меня братья и сестры храните себя храните себя от всякого зла во имя иисуса есть избавление и милость в иисусе христе я заканчиваю потому что уже нет времени дальше там вы можете дома читать что терпение опытность а от опытности там написано надежда то есть все приносит свой результат и добрый и добрый плод вообще-то надежда это упование это ожидание чего-то хорошего послушайте как вы смотрите в будущее например чего-то чего вы ждете от будущее жить например у вас есть какая-то проблема вы ждете решение но долгое время все остается так упование надежда это ожидание чего-то что хорошего христиане это люди упования и надежды иногда сам бог выбивает почву из наших но из под наших но с единственной целью чтобы не сделать тебе больно а чтобы ты положился на иисус да благослови всех нас бог аминь